Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. 9 мая в Анапе пройдет настоящий военный парад. Будет ли построена в субсехе амбулатория? В нашем любимом футбольном клубе стартовал сезон тренировок. В Анапе несколько дней тепло так, что зацвели подснежники. А сейчас обо всем подробнее. Военные парады в честь Дня Победы пройдут в четырех городах Краснодарского края, в их числе город воинской славы Анапа. В муниципальных студиях главы городов и районов Джамбулат Хатуов акцентирует внимание участников совещания на требованиях губернатора. В работе с ветеранами должен быть только индивидуальный подход. Еще одно требование – оснастить мемориальные комплексы, где пройдут массовые памятные мероприятия, системами видеонаблюдения. Праздники должны пройти без происшествий. Глава Анапа отметил в своем докладе, что все меры к соблюдению общественного порядка будут приняты. Также Сергей Сергеев рассказал, что на курорте за каждым участником Великой Отечественной войны будет закреплен сотрудник администрации. Всестороннюю помощь будут оказывать адресно. Идет серьезная подготовка к военному параду в честь Дня Победы. В Анапе он пройдет по улице Ленина к стейле воинской славы. Благоустройство коснется всех дорогих сердцу анапчан мест, связанных с военными событиями. У нас на территории в реестре зарегистрировано 56 памятников. Мы наметили по каждому довольно серьезные мероприятия по приведению их в порядок. И на сегодняшний день уже начали выполнять эту работу. Я думаю, к началу мая мы эту работу завершим, что также будет огромным подарком старшему поколению. Первый вице-губернатор поблагодарил за доклад и подчеркнул, праздник должен пройти на высшем уровне. 2 февраля день воинской славы России. Разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве повлиял и на исход Таманской операции. О том, как это было из Краеведческого музея города. В новом зале воинской славы после его создания в новой интерпретации столько боевых реликвий, что для школьников это по-настоящему увлекательно. Мы, взрослые, с детства знаем и о доме Павлова, и о плененном фельдмаршале Паулюсе для современной детворы. Все это открытие. Научный сотрудник отдела краеведения Светлана Рожкова заостряет внимание на дате важнейшего события. 2 февраля 1943 года произошел коренной перелом в войне. Была разгромлена большая группировка фашистских войск под Сталинградом. Все силы, в общем-то, большие силы Красной Армии были оттянуты именно на битву с врагом в районе Сталинграда. А когда Сталинград был освобожден, то получили возможность, и остальные фронты, в общем-то, начинают освобождение. Конечно, хочется все потрогать. Снаряды, каски, оружие, награды, письма. Сегодня экспозиция Краеведческого музея настолько богата, что из рядового похода по патриотическому воспитанию эта встреча с прошлым превращается в уникальное событие. Выясняется, что экскурсии организовали для детей своих микрорайонов Тосовцы. У мамы очень много дел, и у папы тоже. А бабушка болеет вместе с дедушкой. Поэтому мы сегодня пришли с домком. Дальновидные домкомы Наталья Ярошенко и Любовь Быкова уверены, весь этот победный год можно каждый день находить яркие события, вписавшие в победу свою страницу. Музею и в самом деле есть о чем рассказывать хоть каждый день. Только на победу нацелена футбольная команда нашей мечты. Краевой чемпионат по футболу намечен на апрель. А сегодня в футбольном клубе Анапа большое событие. Дают старт первым тренировкам. Наша команда вышла на поле собранной, уверенной, решительной. Среди футболистов прошел резонанс о том, что в городском футбольном клубе Анапа идеальные условия. И в связи с этим сегодня у нас много ребят, которые приехали добровольно просмотреться. И еще одна очень важная новость. С сегодняшнего дня в нашем футбольном клубе создана, полностью укомплектована и начнет тренировочный марафон команда юных футболистов Анапа-2. Все это анапские ребята 15-18 лет, так что у наших будущих чемпионов есть отличные последователи. По инициативе главы муниципального образования города Анапа Сергея Павловича Сергеева была создана молодежная команда, которая будет выступать на Кубок губернатора. Село Субсех новая амбулатория нужна как воздух. Но вот построят ее или нет вопрос. В администрации Анапы об этом говорили на публичных слушаниях. Их инициатором выступил собственник полуразрушенного здания на улице Фрунзе. Предприниматель просит изменить назначение земли с индивидуального жилищного строительства на много квартирное. И готов весь первый этаж будущего дома безвозмездно передать городу под амбулаторию. Мнения участников слушаний разделились. За последние пять лет население Субсеха увеличилось вдвое. А медицинскую помощь его жителям, как и несколько десятилетий назад, оказывают в тесном, теперь уже аварийном здании. Поскольку у нас идет участковый принцип обслуживания населения, то расширяется у нас и количество участков, и привлекаются новые специалисты. Только за последние два года у нас привлечено два терапевта, невролог, эндокринолог, второй гинеколог, второй педиатр, второй стоматолог. То есть им тоже нужно размещаться в этих кабинетах. И сейчас даже уже не две смены, а требуется, наверное, три смены. Возможность кардинально решить вопрос появилась, когда на торгах купили объект незавершенного строительства на улице Фрунзе. Долгострой мозолил глаза местным жителям не меньше десяти лет. В течение двух последних его выставляли на торги. Покупатель нашелся только с пятой попытки. Сегодня он предлагает заключить инвестиционное соглашение, построить на участке многоквартирный дом и первый этаж отдать под амбулаторию. Большинство участников слушаний высказались за такое решение наболевшего вопроса. Нам амбулатория нужна. Нужна? Мы уже не один год разговариваем, поднимаем этот вопрос. И нужен нам обязательно хотя бы кое-как на пять, не вносим пациентам. Ну что разговоров много о том, что будет там стоянка автомобиля и так далее, и тому подобное. Я думаю, что в проекте это все можно разрешить. Против жителей улицы Фрунзе, соседи полуразрушенного недостроя, пугают неудобства, которые временно принесет стройка, и проблемы коммуникаций. Разрешить противоречия предложил глава Субсехского округа. Я готов на следующей неделе, в начале недели провести совещание на территории администрации с привлечением баз жильцов, привлечением энергосетей всех коммунальных и представителей от застройщика, чтобы нам обсудить все эти вопросы непосредственно по мощностям, чтобы нам энергетики дали. Я предлагаю. Сесть за стол переговоров необходимо. Селу нужна новая амбулатория, и из воздуха она появиться не может. Мы будем следить за развитием событий. Итоги культурной жизни курорта за год подвели сегодня на заседании расширенной коллегии управления культурой в городском театре. Более 8 тысяч культурных мероприятий за год. Вот такая нешуточная цифра прозвучала сегодня на заседании расширенной коллегии по культуре. В фестивалях, праздничных концертах, мероприятиях самой разной направленности было задействовано почти 5 миллионов анапчан и гостей курорта. Душу и жизнь в эту громадину вдыхают настоящие профессионалы. На коллегии отметили, что культура Анапы входит в пятерку сильнейших в крае. Лучших сегодня благодарили за работу от имени губернатора Краснодарского края и главы города-курорта. Сегодня были четко определены и задачи, поставленные служителям искусства годом литературы. Из года культуры мы плавно шагнули в год литературы. Эти два направления неразрывно связаны между собой и невозможны друг без друга. На коллегии акцентировали важность популяризации отечественной классики и современных авторов. В этом году будет развиваться интернет-проект «Читающий город», перевод библиотечных фондов в электронную версию и многое другое. Нам есть чем гордиться в этой отрасли каждый день. Главное не переставать замечать. Всего три фотографии, размещенных в Фейсбуке, гостей и нашего города, вызвали бурю обсуждений на сайте. В Анапе есть литературное кафе? В самом центре города, в помещении всем известного и любимого знатоками книжного магазина, по вечерам литературное кафе собирает любителей читать книги. Не электронные, а обычные, с шуршащими страницами. Приходят сюда эрудиты сыграть в что, где, когда, послушать стихи и песни, на днях Высоцкого, например, и просто выпить чашечку кофе. Сегодня под его вездесущий аромат артист Краснодарского молодежного театра Алексей Замко читает Чехова. А пока удивляемся, на классика собирается молодежь. 15-летнюю Даниэлу мальчук привел папа. Мне нравятся современные писатели. Ну, историн, конечно, более Пушкин из его произведения, потому что у него все написано в таком легком каком-то и доступном стиле, при этом очень красиво. А сегодня ты будешь знакомиться? С Чеховым, да. Потому что так я, если честно, даже знаю, что писатель, а так достаточно о нем мало что знаю. Мальчишки будут поначалу зевать, а потом забудут про кофе и перестанут замечать время. А ведь забежали просто после школы. Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой, пили чай. Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Ну вот звонок. Нужно было идти в переднюю встречать какого-то гостя. Старцев воспользовался минутой замешательства, сказал Екатерине Ивановне, шепотом, сильно волнулись, ради бога, умоляю вас, не мучьте меня, пойдемте в сад. Эти впечатления очень сильные. Ведь о том, что есть человек, в чем смысл, содержание и ценность человеческой жизни, кто не задумывается вообще. А тут рассуждает вместе с Чеховым молодой артист, и это лучший мостик к пониманию классика подростками. Земский доктор, который не желал поддерживать свою культуру и духовную глубину, вдруг стал лучшим примером того, как быстро деградирует человек, если ни к чему не стремится. Вот она, волшебная сила искусства. Далее в программе. Специалисты управления муниципального контроля неоднократно расчищали несанкционированную свалку на пересечении улиц Ивана Голубца и Крылова. За гаражами, расположенными по соседству, все тот же беспорядок. Некапитальные конструкции придется снести. Ржавые, покореженные металлические гаражи, большая часть из которых даже не используется по назначению. Горы мусора, старые мебели – все это неприглядная картина рядом с красивой новостройкой. Специалисты управления муниципального контроля требуют немедленно здесь навести порядок. В связи с проведением благоустройства данной территории собственникам гаражей убедительная просьба демонтировать самостоятельно данные гаражи в срок до 7 февраля. В случае, если гаражи не будут убраны самостоятельно в указанный срок, ваши гаражи будут демонтированы. До указанного срока у собственников не больше недели, чтобы вывести свое имущество. Январь, как правило, расслабляет и пешеходов, и водителей. Об этом свидетельствует и свод КДПС. Уже за первые три недели этого праздничного месяца в Анапе 300 дорожно-транспортных происшествий. Более 40 человек погибли и около 400 получили ранения. В целях стабилизации обстановки на автомобильных дорогах Анапы для профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 30 января по 8 февраля этого года, участвуя в краевой профилактической акции «Безопасная дорога», специалисты ГИБДД выявляют и пресекают случаи превышения скорости и выезда на встречную полосу. Управление транспортным средством в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрен штраф 30 тысяч рублей в первый раз лишение полтора года права управления транспортным средством. Повторное совершение предусматривает штраф уже 50 тысяч рублей. Административный арест до 15 суток. Поведению пешеходов особое внимание, ведь нередко именно они становятся причиной тяжелых дорожно-транспортных происшествий. Неслучайно в городе сохраняется устойчивая тенденция увеличения наездов на пешеходов. За январь их 88 и в этих авариях погибли 13 пешеходов. Только за один день, 22 января, 8 человек попали под колеса автомобилей. У вас вот видно знак «Чудный переход». Нет, а мы вот первый раз. А почему по сторонам не смотрят? А мы посмотрели и побежали. В Анамском районе такие соревнования проводятся впервые. На чемпионат первенства ЮФО по кикбоксингу собрались самые сильные. Участники 4 региона. Республика Адыгея, Астраханская, Ростовская области и Краснодарский край. Более 200 спортсменов. Отбор для участия в чемпионате России в Москве. Уровень подготовки очень высокий. Собрались чемпионы России, Европы и мира. Победит действительно сильнейший и в этом все заинтересованы, потому что он поедет и будет представлять нашу зону на чемпионате. И соответственно мы надеемся, что будет победителем. Несмотря на то, что участники чемпионата дети, заметно, что именно спорт делает их по-настоящему целеустремленными. Здесь очень хорошие бои, здесь хорошие соперники, хорошие, все хорошее. Там сильные, очень сильные. Вот я буду драться тоже с мальчиком из Краснодарского края. Я еще, конечно, его не видел, но я уже готов. Традиционно у напчан сильная команда и мы желаем ей удачи. И в завершении программы. С февраля и те, кто готовится к выходу в поле, да и горожане тоже начинают гадать, скоро ли придет весна. Информация из первых уст. У американцев сегодня знаменитый день сурка. В некоторых странах ежи предсказывают приход весны. А у вититивского фермера Николая Лазарева – павлины. Они на месяц раньше распустили хвост, но на камеру не захотели. Так что весне быть раньше на месяц. У павлинов заметно раньше, так сказать, отрос хвост. Обычно это в конце марта, а, наверное, с приближением тепла он стал активен. Весна в Анапу придет скоро и февраль, по приметам, будет необычайно теплым. Первого февраля на Макаре в день было ветрено. Значит, так будет и на Пасху. Будем ждать и температуры такой же. Вчера наши термометры зарегистрировали плюс 18 в Анапе. Не случайно вовсю цветут в палисадниках подснежники. Ранней весне быть. И это все новости на сегодня. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова